У микрофона Виктор Викторович Федотов, принципат Клавдия, годы правления этого императора 41-54. Но в качестве небольшого введения хочу сказать о методологии моих первых бесед об истории Римской империи. Пока они следуют правлениям отдельных императоров. Так построены наши источники. И так рассматривалась история Римской империи, если подойти к ней с точки зрения истории и эволюции исторической науки. Но постепенно в 19-м, 20-м веке появились иные подходы. Рассматривать историю на основе других, более значительных обобщений, не столь очевидных, не столь формальных, скажем, по династиям, по историческим периодам, по проблемам внутренней и внешней политики, экономической политики, государственного устройства, еще каким-то проблемам. И даже когда я единственный раз читал систематически этот курс в 1980-м году, студенты уже начитанные в учебниках задавали мне вопрос, зачем сейчас строить его традиционно по правлению императоров. Уже прогрессивным другой подход является. Какие-то проблемы надо выделять. Ну вот посмотрим. Я постараюсь дальше, как и до сих пор делал, подчеркивать те явления, которые могут заслужить пристального внимания, если строго следовать источникам. И увидеть в них какие-то зерна проблем. И затем сказать, какие проблемы на самом деле при разговоре о последующей эпохе мы будем замечать в этих ранних ростках тех или иных явлений. Ну и, в общем, другие особенности, которые, мне кажется, оправдывают пока такой подход. Итак, накануне правления императора Клавдия, а точнее принципса Сената, римская история ранней империи пережила принципат Каллигулы. Это более короткое правление с 1937 по 1941 годы после смерти Тиберия. А фигура Каллигулы достаточно знаменита, достаточно одиозна теми экстравагантными действиями, которыми он возбудил в отношении себя недовольство еще больше, чем возбуждал Тиберий. Подробно на этом я останавливаться не буду, но просто упомяну некоторые штрихи, связанные с тенденциями в развитии Римской империи. Например, в области экономической жизни. Попытки вмешаться в экономику при Каллигуле тоже заметны. Попытки ограничить влияние состоятельных людей тоже заметны. И, может быть, они на самом деле мотивированы более глубоко, чем просто изображено в наших источниках зависть императора, жадность императора. Вот об этом стоит думать. Например, при Каллигуле считалось достаточно хорошим тоном, надежным, если его имя состоятельные люди вписывают в качестве их наследника. Оставляя ему имение, они могут быть более-менее спокойны. Если же такого не происходит, могут случаться самые непредсказуемые ситуации. И, например, источники указывают такое, что Каллигула устраивал публичную продажу имущества различных людей, где заставлял покупать по огромным ценам то, что на самом деле стоило в сотни или даже в тысячу раз меньше, чем вынужден был вот под таким императорским давлением платить покупателям. И таким образом люди легко и быстро лишались всего своего состояния. Ну, еще отмечается беспомощность внешней политики Каллигулы или даже его некомпетентность. Тут просто стоит подумать, как нам интерпретировать сведения источников. Когда ему Каллигули сообщили о том, что в Германии произошло восстание местных жителей, он приказал готовить флот для бегства императора со свитой, якобы полагая, что скоро произойдет переход германцев через Альпы и случится захват самого Рима. Ну, вот что за этим стоит, или недостаток географических познаний и оценки ситуации, или действительно какие-то скрытые факторы, или его, как говорится, просто подставили, или вот в биографии подчеркнули лишний раз такой вот информационный повод мастера, были на все руки здесь, и в области риторики, и в области социально-политических заказов, биографии, мы с этим уже встречались. Но, во всяком случае, неудивительно, что против Каллигулы возникали заговоры. В результате одного из таких заговоров он сам, его жена и дочь были убиты. И сообщается, что заговорщики не собирались кому-либо конкретно вручать власть. И в этот момент консулы созвали заседание Сената, на котором прозвучало несколько громких предложений. Разрушить храмы императоров. Тогда уже ведь была разработана методика и церемония обожествления императоров, апофеоза. Вот разрушить их храмы и истребить саму память об императорах. Вернуть прежние республиканские порядки. Тем более, что о республике уже забывали прочно. И о том, какие бедствия, постоянные гражданские войны сопровождали время республики, тоже могли люди не помнить. Но, во всяком случае, понятно, что Каллигула не был не только обожествлен, естественно, в этой ситуации. Но даже похороны его состоялись тайно, так, как предусматривалось для похорон преступников. Но в специальной историографии уже XX века, конца XX века, заметна такая тенденция, по крайней мере, выступить с предложением, это касается зарубежной историографии, пересмотреть вот столь очевидные факты, яркие очевидные факты, резко негативно характеризующие так называемых плохих императоров. Каллигула, Нейроны и других императоров. И видеть, на самом деле, в правлении этих деятелей какие-то тенденции политики, которые расходились с желаниями и оценками людей, державших в своих руках, вот, как бы мы сейчас сказали, информационную политику, интерпретацию истории. И вот говорить, что на самом деле была опора на какие-то разные социальные слои, какие-то слои получали все-таки выгоду от этих действий, а историки говорили, что это чистое сумасбродство, демократическая линия одних императоров, или какая-то олигархическая линия других императоров. Но это касается только постановки вопросов. Это было новизной для 70-х, 80-х годов даже в зарубежной историографии. Не всеми поддерживалось. И в отечественной историографии специальная литература только подошла к эпохе распада СССР, к серьезному разговору об этих проблемах, но вряд ли он даже и состоялся. Многое тут затормозило серьезную литературу, а уж в преподавании и подавной империи обычно уделяется непропорционально много внимания в ходе, по крайней мере, учебного процесса, если не в самих программах и учебных пособиях. Ну, во всяком случае, теперь начинаем конкретный разговор о принципате Клавдии. Он стал четвертым римским императором. Август, Тиберий, Каллигула и вот четвертый Клавдий. Клавдий стал принципсом сената в возрасте 51 год. Он имел родственные отношения с Тиберием, был его племянником. Поэтому и вот вся первая часть империи первого века именуется временем правления династии Юлиев-Клавдьев. И, кроме того, родственные отношения с только что убитым Каллигулой были. Клавдий был дядей Каллигулы. Ну, и вот здесь мы уже встречаемся с тонкими такими штрихами в биографии императора, которые, с одной стороны, красноречивы и не могут вызвать вроде бы никакого возражения и подкреплены очевидными фактами, типичными фактами. А с другой стороны, если задуматься, посмотрим. Вот в биографиях Клавдия приводится, ну, может быть, достоверное высказывание о нем его матери, которая говорила, что природа начала его сына, но не закончила его сына создавать. И он якобы слаб и здоровьем, и в отношении своей рассудительности. Ну, еще известно, что в молодости Клавдий не высказывал чистолюбивых притязаний. Но ведь, с другой стороны, было ясно, что это крайне опасно уже при Тиберии. И вот гадания о будущем просто смертью преследовались. То есть, если человек, может быть, и хотел интуитивно, он глубоко, как бы мы сказали, должен был запрятать это в подсознание, самому себе не признаваться, иначе не выживаешь. Тут и любой намек уже подсматривали и доносили. Вот так требует внимания, пристальный взгляд на источники, если знать предыдущую и последующую историю. А просто читатель этих биографий, как литературного произведения, ничего не знающий о событиях, кроме того, что написано в этом произведении, естественно, будет иметь другие ассоциации, другие выводы. Ну, дальше, что в биографии подчеркивается? Что Клавдия не допускали к обычным среди членов семьи принципса должностям. И придумывали всякие насмешки над ним. И, например, во время заседания Сената подчеркнуто спрашивали последний. Но тоже, оказывается, это не единственный пример, потому что и Тиберия вначале держали тоже, вот, можно сказать, в таком строгом положении. И Клавдий однажды все-таки был консулом во время правления Каллигула, занимая вот эту уже символическую, а ранее высшую государственную должность эпохи республики. Еще подчеркивается, что императором Клавдий стал случайно, курьезно, и что это самый такой смешной случай случайного превращения человека в императора, насколько известно, в истории всей Римской империи. Но настолько ли это случайно на самом деле? Или есть ли здесь какая-то закономерность? Нет ли здесь какой-то обработки наших источников, формы подачи материала? Ну, тоже стоит подумать. Во всяком случае, просто вот рассмеяться и искать следующий анекдот в источниках, наверное, это не самый оптимальный для историка путь. И так сообщается, что после убийства Каллигулы, естественно, Клавдий услышал об этом событии и страшно испугался. Испугался, естественно, вот человек, который создает художественное произведение, может восстановить это все. Почему? Мотивацию восстановить. Ну, при Клавдии, может быть, он кому-то и рассказывал, может быть, в источники дошли такие версии, тем более, что он имел литературный дар. Мы увидим, он написал много очень интересных сочинений, которые до нас не дошли. А то, что они до нас не дошли, означает, что их отказались копировать или потом уничтожили. А на это тоже, может быть, какая-то своя мотивация. Они были уникальны даже в своем роде, даже в массе. В тематике своей они были уникальны. А я, когда изучал историю Римской империи, нам вот эти анекдоты преподавались именно вот как есть. Вот смотрите, как смешно, как случайно, запомните это. И таких углублений я вот в процессе преподавания на своем опыте не встречал. И поэтому не передаю то, чем у меня научили в данном случае, а пытаюсь изложить то, что вот мне кажется собственным каким-то подходом. И так Клавдий испугался, что убьют теперь и его. Ну, это, естественно, могло быть. И убьют в качестве родственника, в качестве дяди ненавистного калигула убитого. Ну, никто о планах заговорщиков конкретно ничего не знал. Ну, тоже ведь одно дело передать власть другому, и каким-то кандидатом теоретически мог бы быть и Клавдий в силу родственных связей. Другое дело истребить память об императорах, о родственниках. Ну, вот вроде пока логично источники об этом пишут. И они говорят, что Клавдий решил скрыться в одном из коридоров императорского дворца и спрятался просто за занавеской, что ближе всего ему попалось. Да, ну, в наше время сказали бы в шкафу спрятался. И один из пробегавших мимо солдат увидел ноги человека за занавеской. И желая узнать, кто это, отдернул ее. Здесь мы видим, повествование идет в историческом источнике, важном, с деталями, с мотивацией восхождения очередного человека на высшую власть в римском государстве по чисто литературным законам. Такое кинематографическое, художественное, риторическое, но это было принято. Были тогда уже методики отработанные, истеристические, и лексические. И так дальше, вот отдернув занавеску, легионер увидел Клавдия, а Клавдий бросился перед ним на колени, решив, что вот ищут, если здесь живые. И теперь пришли его убить. Настала последняя минута его жизни, и он стал умолять о спасении. А римский легионер вместо этого назвал его императором и повел к претерианцам. А претерианцы тогда буйствовали, не зная, что делать после убийства Каллигула. У заговорщиков ведь не было плана, да? И претерианцы посадили Клавдия на носилки, а нести их было некому, все разбежались, и сами понесли его к себе в лагерь военный. А встречные римляне, наблюдая за этим, жалели Клавдия публично, решив, что легионеры несут дядю императора на казнь, публичную, допустим, показательную в собственном военном лагере. Ну, вот это все, конечно, запоминается. Может быть, так оно и было, может быть, не все комментарии здесь уместны, они связаны только с субъективным подходом последующих каких-то наблюдателей эпох, но, во всяком случае, полезным, методологически, потому что в истории мы будем встречаться с разными ситуациями, и когда-то вот такие или другие какие-то комментарии окажутся полезными и плодотворными. Ну, в биографии Клавдия отмечается. К утру следующего дня выяснилось, что консулы и сенат опираются пока на когорты городской стражи. Эти военные силы верны и консулам, и сенату. Они заняли форум в Риме и холм Капитолий. И они, вроде бы, говорили слухи, намерены провозгласить всеобщую свободу в Риме и в римском государстве. А жители Рима, масса жителей Рима требовала совсем иного. Она требовала назначения нового, единоличного, компетентного властителя. И вот сообщается, что Клавдий в этой ситуации уже взял себя в руки, сориентировался и не хотел отказываться от того, что неожиданно он получил в качестве наследника власти принципса. Он получил от сената предложение присоединиться к сенату в политической деятельности дальнейшей и позиции. Но он ответил даже в ответ на угрозы, что если он не поддержит взгляды сенаторов, то ему придется разделить судьбу Калибу за его. А Клавдий ответил, решив опереться на тех, кто его принес в свой военный лагерь и вот там и, конечно, охранял. Он ответил, что солдаты, легионеры удерживают его силы в лагере военном. Сенаторы поняли, что действительно претарианцы поддерживают Клавдия и отказались от своей первоначальной позиции и начали просить Клавдия согласиться. Хотя бы на то, чтобы власть он принял из рук сената, а не от легионеров, от претарианцев. Но действительно, вот в истории Римской ранней империи считается, что ситуация с Клавдием – это первый случай, когда армия, а конкретно пока ее часть претарианцы, явно по всем параметрам ставят, даже процедурно ставят своего императора. Ну, Клавдий принял клятву, присягу на верность от римских воинов и обещал каждому из них награду в 15 тысяч ассистерцев. Ну, а городские когорты тогда уже начали переходить на его сторону. Ну, и сенат, и консулы, как политическая сила, потеряли всякую реальную, фактическую поддержку силовых, мы сейчас скажем, структур. Ну, дальше политика Клавдия, начальная, последующая, как изображается в его биографиях. Он приказал казнить несколько участников заговора против Каллигулы. Ну, интересно ставить вопросы, логично ли это, или действительно вот Каллигула ненавистна и заслужила это все, но тогда получится выбор, прецедент. Если каждого императора можно вот так свергать заговором, то что же и будет с самим Клавдием, вообще что это будет за такой порядок политического устройства. Вот все эти вопросы достаточно уже созрели в сознании, в культуре того времени для первоначальных, самых ранних естественных ассоциаций. Просто импульсивно делать то, или говорить, или думать то, что первым придет в голову, это было невозможно. Это даже ребята, малые дети, во время высокоразвитой античной культуры уже не делали. Хотя вот в системе образования иногда вот настолько вульгарно можно встретиться с трактовками источников, что наоборот, вдумчивые отношения, ну, кажутся чуть ли не каким-то аномальным. Ну, вот парадоксы, все историк знает, да. И дальше мы видим, по сведению Свитония, что положение, когда оставалось неопределенным, некоторые требовали даже смерти самого Клавдия. Вот в том числе участники заговора против Каллигулы. Были среди них и те, кто мог и требоваться, угрожать жизни Клавдии. Дальше что сделал Клавдий? Он начал принимать меры для придания большей пышности культа императора Августа, первого принципса сената в истории Римской ранней империи. Ну, мы сразу должны сделать такой комментарий, это было сделано как бы в пику вот этим призывам сенаторов, которые не получили никакой поддержки фактической, забыть об императорах вообще, стереть память о них из истории империи и разрушить их храм. Вот это все не просто спонтанные действия, а явная вот такая политическая позиция, имеющая и своих противников, но противников пока бессильных. Дальше мы видим, что Клавдий приказал построить мраморную арку в честь императора Тиберия. Здесь тоже интересно поставить целый ряд вопросов. Можно сказать, что абсурдно или средства государственные тратятся, или вот Тиберий уже был таким одиозным, что его даже не обожествили, но тем не менее похороны были пышные. И в ситуации, когда просили стереть память об императорах из истории Римской империи, и разрушить их храмы, это еще имеет совсем новые черты для римской внутренней политики и культурной политики. Арка-то на века остается. Дальше. Клавдий отменил все распоряжения Каллигулы, вот этого убитого ненавистного императора. Однако Клавдий запретил считать праздником день убийства Каллигулы. Вот здесь почему так? Ну, потому что прецедент убийства каждого императора, если его праздновать, тоже на века останется. Что же тогда за эпоха это будет? Постоянных переворотов гражданских войн. Вот эти все многофакторные ситуации с ближайшими и отдаленными последствиями, вот приходилось учитывать, и мы видим, они учитываются и отражены в источниках, только надо не проходить мимо этого и не читать источники как анекдот. Дальше. И ведь день убийства Каллигулы совпадал по календарю с днем прихода Клавдия к власти. И мы знаем, что храмы императорам ранней империи посвящались одновременно так же, как храмы некоторых богов традиционных. Так и здесь можно сказать, ну, мы будем праздновать день этого его прихода к власти. И это будет неотделимо, как два полюса магнита от празднования убийства предыдущего императора. Известно в каких же ситуациях. И вот Клавдий здесь пошел на такую жертву, если видеть, что на самом-то деле это все вдумчивые шаги. Отказался от личного прославления, чтобы к этому не притянуть подчеркивание всех сопутствующих факторов в истории империи, крайне острых и неприятных. Дальше. Конечно, вот такая политика Клавдия не избавила последующую римскую империю от постоянных систематических заговоров, переворотов. Клавдий следовал традиции первых месяцев или отправления предыдущих принципов. Он держал себя поначалу скромно, отвергал излишние почести. Вот из того, что я сказал, пока это тоже видно. Он отклонил вот сам титул на латинском языке, звучащий император, то есть империум, как высший военный командующий. Это вот пока для истории империи этот титул только вульгарен. Клавдий император. Вот современники называли по-другому. Это принцип сената, там это очередной цезарь. А уже император как номинальный титул с полномочием власти, скорее для поздней империи будет характерен. Дальше Клавдий считался с мнением сената. Например, отмечается, что он не стал возвращать из ссылки ни одного человека, не получив на это одобрение сената. Но это тоже достаточно мудрый и осторожный политический шаг. И вот здесь будет явный контраст с тем, что у нас должно остаться в памяти от начала биографии Клавдия, когда вот ему мать вроде бы в детстве сказала, природа начала этого, ребенка и не закончила. Он слаб, да, и силами, и рассуждением. Вот все эти действия совсем не слабые рассуждения. Читатели могут быть слабы, если они не вдумываются в это. А на самом-то деле все не так. Ну, еще можно сказать, что любой римский принцип, по крайней мере, в первые дни, а иногда в первые месяцы своего правления, как бы не закончилось их правление, как бы оно не изображалось в наших источниках, встречался с энтузиазмом римских граждан, тех, кто видел его лично, жителей города Рима. И возбуждал надежды на доброе будущее, не успев даже показать себя. Ну, наверное, это связано с глубинными явлениями исторической психологии. Да, надежда умирает последним. Да, а как же вот без этого? Да и репутации-то он же не мог иметь просто по условиям политики тех лет. Знать о его каких-то лозунгах он же не выступал с программами. С программами выступал только каждый ныне действующий принцип. А тем нельзя было и популярности искать со временем тебе, и гадать там, и все это. Служило немедленно основой обвинения, стремлений к перевороту. Вот такова была ситуация. Ничего не известно, вот, ну и всегда надеются на лучшее. То в эпоху республики могли приходить к очередным выборам люди с политическим багажом, с какой-то репутацией. И то меняли постоянно эту репутацию. А вот здесь уже совсем другая культурно-психологическая атмосфера ранней Римской империи. Принципаты. Ну, можно отметить, что Клавдий сначала приобрел действительно популярность, особенно контрастную на фоне молвы о Каллигуле. Но источники подчеркивают, что затем Клавдий потерял свою популярность. А вот почему это произошло, попытаемся опять вдумчиво анализировать источники. И окажется, что совсем не так это будет просто сделать. Что наоборот, казалось бы. Итак, источники говорят, что его поступки иногда и распоряжения выглядят смешно. И в качестве примера приводится почти анекдотический случай, мелочь. Когда, вот Светоний пишет об этом, не подобало римскому принципу уделять внимание таким несущественным делам. И дикт Клавдия гласил, что надо лучше просмаливать бочки для заготовки виноградного вина. Вот якобы плохо они смолили бочки, вино было плохого качества. Ну, может быть, оно и так, конечно. А мотивация для этого идит. А может быть, тут вот мы знаем монополия. Может быть, тут какая-то спекуляция в больших масштабах на качестве вина, на разнице цен, на кредитах, на изготовление. Это в колоссальном государстве с населением десятки миллионов человек, с колоссальными бюджетами, сотни миллионов сестерцев, с различным противоположным интересом могло быть все. Ну, может быть, это вот такой запоминающийся, тем не менее, реальный и смешной шаг. А посмотрим дальше-то. Что же мы видим в действиях Клавдии? Клавдия обвиняли в том, что он являлся почти игрушкой в руках своих приближенных. И что многое он делал по воле своих приближенных. Что он подписывал распоряжения, содержания которых он не знал. Даже тогда, когда эти распоряжения касались судьбы или жизни прежде близких ему людей, а также видных деятелей римского государства. А иногда были такие распоряжения, которые просто от имени Клавдия издавались. Ну, вот какие примеры приводят источники. Скажем, в результате интриг, как мы читаем в источниках, совершались казни, и был сослан на Корсику знаменитый римский писатель, философ, оратор Сенока. Накануне смерти Клавдия, по инициативе Агриппины, Сеноку возвратили из изгнания. Но вот сочинения Сеноки сохранились. Он писал и трагедии, и нравственные письма к Луцилию. И ведь это время уже ранней христианской проповеди, которая началась при Тиберии. И отмечается в историографии XIX-XX века, что в сочинениях Сеноки очень много близости к утверждениям, императивам христианской традиции. И что были какие-то родственные даже, может быть, связи или позиции, или какая-то вот эта близость не случайна. Так что нельзя просто вот здесь упомянуть им языческого философа Сеноки. Это отражает как намек вот тогда тайные новые явления, еще, так сказать, молодые, не совсем прочные, но глубинные явления в стратегическом развитии всей культуры. И последующего римского Средиземноморского общества. Клавдий заботился о благоустройстве Рима и о снабжении столицы, государства, города Рима продовольствием. Он распорядился, чтобы тем торговцам, которые привозят в Рим зерно, были предоставлены разнообразные привилегии. И эти привилегии должны компенсировать убытки, если форс-мажорные обстоятельства кораблекрушения их застанут на таком пути. И еще тут же надо сказать, что эти распоряжения Клавдия сохраняли силу законодательных мер долгое время спустя после его смерти. То есть здесь мы видим вмешательство в экономику, в экономические тенденции Римской ранней империи. Вмешательство достаточно долгосрочное, достаточно мудрое, достаточно позитивное. Конечно, у этого должны быть свои и сторонники, и благодарные люди, и, может быть, инициаторы, какие-то консультанты, и какие-то, может быть, и противники, соответственно, те, кто желал поскорее разорения, может быть, богатых людей. И дальше целый веер вопросов возникает. А откуда поставляли в Рим зерно? А какова была принадлежность там? Ну, политическая, они все так или иначе уже были членами, жителями римских провинций, хотя они все с гражданством римским полным. Но какие для них были родные языки, как сказали римляне, родные пенаты, Египет, Восточная, Средиземноморье, Северная Африка. И там же была, конечно, своя конкуренция и борьба, корпоративный, групповый интерес. Вот это все важные очень тенденции, которые, к сожалению, в специальной даже литературе остаются недоследованными. И с первого взгляда и не скажешь, какие источники под это надо подбирать. Нужна внимательная, кропотливая работа. Дальше Клавдий завершил строительство Акведука, водопровода в Рим стоимостью более 50 миллионов сестерцев. Этот водопровод начал еще Каллигула до него. Вот, в частности, оказывается, Каллигула такой позитивный шаг после смерти, даже видный, материализованный, тоже делал. Клавдий улучшил состояние Римской гавани, углубил, расчистил главную римскую гавань Осте, Осте Тибра. Это еще Цезарь хотел осуществить, потому что опасности поджидали торговцев, которым Клавдий гарантировал убытки от форт-мажорных обстоятельств, от кораблекрушений. Потому что в Усте Тибра были мели, корабли вынуждены были стоять на рейде далеко от берега, а штормы, особенно с наступлением осенне-зимнего периода, были в Средиземноморье частыми, и многие корабли тонули. Кроме того, торговцы их хотели перегрузить, чтобы как можно больше за один рейд зерна привезти и, соответственно, продать. И терпели убытки, об этом пишет географ Страбон, но жажда наживы, как пишет Страбон, грек, побеждали все. То есть вот эти все очень наболевшие вопросы, имевшие какие-то массовые накатанные решения и небезобидные решения, оказываются затронуты этими явлениями. И подробно это все как-то обсудить, многосторонне, например, хотя бы в начальной форме. Можно только в ходе специальных семинарских занятий, тем, докладов по истории Рима, рефератов. А, к сожалению, вот в системе образования это все было, наоборот, скомкано. Царский период изучается, ранняя республика, подробная империя, два-три занятия, покороче, побыстрее, время кончается, назовите в экзаменах, да и, может быть, и сейчас, ну, кто интересуется, должен сам познакомиться с доступной информацией, как это все выглядит. Итак, Клавдий проводил ирригационные работы в Италии, в частности, он осушил Фуцинское озеро. Это такого масштаба ирригационной работы, которая в истории преобразования природы, ну, вот, в исторической географии с этим приходится встречаться. Сумели, хотели, но не сумели осуществить, а смогли осуществить просто по масштабам работ, по необходимости вложений, трудоемкости, только в XIX веке. Фуцинское озеро имело нестабильный режим, вот, из-за нестабильной ситуации подземных протоков, там, сейсмической активности, и стихийные могли возникать наводнения, затопление плодородных ближайших земель, вот, Клавдий с этим справился. Также Клавдий устраивал раздачи и зрелища. Например, он имитировал морское сражение на озере, в котором участвовало 100 кораблей и 19 тысяч человек. Но не настоящих воинов, а из числа осужденных. Имелось в виду, если там травмы или погибнут, ну, вот они же осужденные. А численность здесь была в представлении не меньшей, чем в настоящих крупных военных сражениях. Так что, вот, для всех этих действий нужно было иметь и необходимый кругозор, или компетентных консультантов, советников. Мы знаем, что со временем Тиберии Императорский Совет уже действовал. Сначала как вспомогательный орган, а потом как орган уже такой все более влиятельный. И считать, что здесь нет вот такой не подчеркнутой в источниках подоплеки этих шагов политики, ну, это просто тоже некомпетентно, да, что вот проснулся Клавдий, придумал что-то, да, вот еще что-то, третье, другое. Ну, что еще мы можем сказать? Клавдий продолжал традиционную консервативную политику возрождения старых традиций. А самым показательным в этом отношении было навечное освобождение жителей города Илеон. Илеон считался городом, который стоит на месте Трои. И вот в эпоху Римской империи, в Малой Азии, на северо-западном побережье Малой Азии. И почему он такой должен быть знаменитый? Потому что из Трои вышли родоначальники римского народа. Иней из Трои. А Иней уже был главным героем, становившейся в римской культуре явлением истории римской литературы. Главным героем эпической поэмы Инеида Вергилия, вот сочиненной при августе вместе с историей Тита Либия. И вот это подчеркнуть хотел Клавдий. И для мотивации такого действия, освобождения жителей Илеона от подвятий, через роль исторической их города, было оглашено тогда уже старое письмо, где римляне предлагали эллинистическому царю Селевку свой союз. За то, чтобы он освободил Илеон от налогов. Илеон тогда находился под властью династии Селевкидов. А римляне уже видели в этом своих далеких предков, символических, исходивших из этого места. Да и кроме того, Илеон в авторитетном гомеровском эпосе или всего Средиземноморья тоже фигурировал. Был при Клавдии издан указ о мерах для восстановления и закрепления приходивших в упадок этрусских гаданий, искусства этрусских гаруспиков. Ну вот здесь что надо сказать? Повторить то, что я говорил в связи с судьбой Сенеки. Это время Клавдия, время нарастания раннехристианской проповеди, время формирования Нового Завета, время, мы знаем, в Новом Завете послания к римлянам уже были, да? Да, и раннехристианские погребения все это подчеркивают. Но тогда это было тайно, имело симпатии среди ряда лиц. И вот явная антитеза этим явлением, она, насколько я знаю, обычно не подчеркивается даже, собственно говоря, в курсах истории раннего христианства, традиционных таких курсах, потому что эти курсы опираются на свою традиционную историографию, на историю, написанную христианскими позднейшими писателями, Августином, Евсеевым, Кесарийским и другими. Там таких комментариев нет. А вот чтобы детально изучать и комментировать нехристианские сочинения и вписывать как бы в едино синтезирующий контекст, вот это мне не встречалось. А в советское время и не было такого даже направления специального. И вот храм Венеры на острове Сицилия Клавдий приказал восстановить, а по преданию этот храм был очень древним. Он был заложен Энеем еще во времена Троянской войны, больше тысячи лет ему было. Также Клавдий планировал перенести из Аттики в Рим эллипсинские святыни. Клавдий восстановил древние формулы международных отношений, заключения международных договоров, когда на римском форуме надо было их провозглашать в сопровождении жертвоприношения свиньи, животного. Здесь мы можем сказать, что, конечно, эта политика могла иметь и пока скрытую оппозицию, потому что открыто провозгласить себя противником прежних религиозных взглядов, это означало разделять всю судьбу ранних гонимых христиан. Но вот, тем не менее, здесь ситуация очень такая глубокая была и перед современниками, прежде всего. Дальше Клавдий подтвердил то, что еще Август сделал, а именно запрет проводить культ гальским друидам, ибо этот культ сопровождался уже в римском, в античном Средиземноморье совершенно таким недопустимым человеческим жертвоприношением. Клавдий подчеркнул разницу между патрициями и патрициями, древними римскими социальными группами, тем, что он некоторых старейших сенаторов провозгласил патрициями, предоставив им юридически этот почетный статус. В духе уже тогда традиционной политики первых принципсов было то, что Клавдий постановил применять смертную казнь, если обнаружится самовольное присвоение себе римского гражданства. Ну, Клавдий также разрешил войти в Сенат, ввести в состав Сената состоятельных иноземцев, галлов, среди которых вот уже был запрещен им этот культ друидов. И даже по поводу этого произнес речь в Сенате. Вот здесь пока не комментирую содержание этой речи, можно сказать, что эти действия Клавдия, ну, если не могли открыто провозглашаться как недопустимые, то хотя бы в форме таких безобидных насмешек встречать оппозицию, может быть, и могли бы. И таким образом в его биографиях мы и видим, что его осмеивали, он в конце жизни несостоятельный, политик безвольный. А на самом деле за всем этим стоит, может быть, специальный маскируемый какой-то социальный заказ, социально-культурный, социально-политический заказ. А если не маскировать, то еще, может быть, и хуже было бы для современников, и не все бы удалось сделать. Ведь до Клавдии императора Каллигулу погиб в результате заговора, после Клавдии император Нейрон погиб тоже в результате заговора. И начнется уже целая эпоха гражданских войн, пока не придет к власти следующая, уже следующая династия. Итак, вот что говорит Клавдий по поводу введения в Сенат, в состав Сената, галлов. Он намечает в своей речи, можно сказать, политику слияния народов, которые оказались уже в единой римской державе, хотя и не имея одинакового формально гражданского статуса. И эта политика была антитезой другой консервативной политики, сохранявшей тенденции ограничения числа граждан. И Клавдий в этой речи красноречиво, риторически правильно приводил подкрепляющие примеры своих предложений из римской истории. Он говорил, что уже объединились в единое целое все области и все народы Италии. А некогда эти народы были различны и по своим обычаям, по образу жизни, по языку. Действительно, там, сабинские, сабельские, оскские языки, диалекты, все это было. В эпоху царского, Рима, ранней республики. Дальше. Клавдий говорил в Сенате, что только хорошо будет, если галлы, которые уже связаны с римлянами, общностью нравов, обычаев и родством, родство произошло за счет многочисленных смешанных браков, то хорошо, если галлы принесут свое золото и богатство в рим. И вот эта деталь, даже деталь, становящаяся понятна историку благодаря комментарию, смешанные браки, галлы, римские браки, среди римской знати. А какой социальный статус? Какой процент заключивших этот брак? И вот сразу налицо социальный заказ вот этих предложений Клавдия, кто был прежде всего заинтересован, кто это мог инициировать, кто мог поддержать. Вот эти, видимо, интересные, родившиеся в результате глубокого изучения тенденций, получаются у нас шаги Клавдия, а они такие вот спонтанно наивные и смешные. Дальше мы видим, что один указ Клавдия в отношении рабов смягчал их положение так показательно. Если хозяин, не желая тратиться на лечение больного раба, по римской традиции, оставляет этого раба на острове Тибра, остров назывался островом Искулапа, Искулап, вот, бог врачевания. Если раб, предоставленный самому себе, все-таки выживет на подножном корму, да, а не скончается там без помощи, то такой раб считался свободным. А если больной раб будет убит хозяином, его надо или вот оставить на волю случая, или лечить, то это преступление. Причем преступление такое же, как убийство свободного человека. А вольноотпущенники, если они обвинены своими бывшими хозяевами, а нынешними патронами у неблагодарности, снова должны быть обращены в рабство. Вот это очень такая глубокая красноречивая тенденция в правлении, во внутреннем правлении Клавдия. Она должна быть основана на каких-то фундаментальных принципах. Тем более сурово это должно все соблюдаться. Так что здесь могут быть и довольные, и недовольные. И как это все оценивать с точки зрения разных моральных приоритетов в эпоху пока еще катакомбного христианства, в эпоху развития моральных жанров римской литературы, и Сенека, потом и у Плутарха есть моральные жанры, и у эпиктета в это время есть, у греческих писателей, и римская художественная литература знает сатирический жанр, Марциал и другие поэты писали, сатиры Ювенала были. Вот в каком это все контексте происходило для современников. Дальше мы видим, что при Клавдии формируется более детально государственный аппарат эпохи ранней империи. Клавдий ввел должность советника императора по денежным вопросам и по делам прошения. Вот здесь просто как бы недостающее звено, просто золотой клад для исторических комментариев. Вот может быть уже убедившись на опыте и не получив прежней информации от советников по тем мерам, которые он сделал, он вот и ввел эту практику. А может быть он сначала ввел эту практику и тут же в ответ получил вот такие аналитические, как мы скажем, записки, обоснования проектов и вот это все осуществлял. Многое из чего осталось в действии против его жизни. А оппозиция этому должна была как-то вот скрывать свою мотивацию и ограничилась такой пустой насмешкой, которая очень эффектно и выглядит в биографиях, и много охотников, кроме анекдотов, ничего и не читать, и не воспринимать. Вот в чем отличается профессиональный подход от дилетантского при работе особенно с такими вот историко-литературными источниками. Против Клавдия были заговоры. И здесь еще требуется один интересный, важный комментарий. Ну, наверное, против каждого императора, насколько известно, даже, как сказать, на вскидку, можно найти упоминание о заговорах. И, соответственно, можно поставить вопрос о мотивации заговоров. Бывают ли такие заговоры, которые случаются просто как явление спонтанное, отражая импульсивное, необоснованное пожелание малосмыслящих каких-то людей, какой-то группки, не имея планов дальнейших действий, или испытать судьбу, или насладиться какими-то почестями, как сейчас говорят, адреналин, почувствовать в себе. Или заговоры все-таки, как исторический эпизод, бывают, когда под ними есть прочная основа, когда затронуты какие-то глубинные интересы, социальных слоев, экономических слоев, политических интересов. Вот уже интересно поставить вопрос здесь. Так, и можно ли увидеть, какие глубинные интересы были затронуты политикой Клавдии? И, соответственно, если источник не упоминает, то вынести вот такое веское предположение о мотивации заговоров. Ну, Клавдий сообщается, что он очень боялся заговоров, и несколько раз при известии о возможном мятеже он был готов отречься от власти, даже не пытаясь вести борьбу. Источник наш изображает это как признак его малодушия. И боязнь, и желание отречься от власти. Но, с другой стороны, если были такие глубинные скрытые массивы, может быть, он понимал, что они на самом деле созрели, но он не понимает глубины этого созревания, и уже не по силам с ними бороться. И вот дальше очень такие лестные для вдумчивого читателя характеристики Клавдия. На досуге он имел досуг, правда? Он не выступал каждую свободную минуту, как Нерон там на каких-то зрелищах, на играх, на колесницах не гонялся. Нет. Досуг для вдумчивого, глубокого размышления у него был. И он занимался на этом досуге наукой, а также занимался литературой. И он написал произведения о своей жизни. Ну и не случайно нам уже тогда приходится узнать, что это произведение не сохранилось. И мы можем сказать, было много людей, которые не хотели, чтобы сочинения читали потомки. Дальше, тем более, когда приходит следующая династия. Она все предыдущее сметает обычной исторической памяти. А потом еще одна, Антонинов, Флавиев, Антонинов, потом поздняя империя. А в эпоху поздней империи, это вся эпоха, как говорили, языческих императоров, кроме возмущения, ничего не должна ассоциировать с собой. И никаких туда детальных комментариев, естественно, никто и не хотел вносить. Дальше. Клавдий написал сочинение о латинском языке. Вот бы нам прочитать такое сочинение. Но нет его. Тоже неизвестно. Клавдий написал историю Рима после убийства Цезаря. Вот этот короткий период первых шагов становления новой политической системы принципата. Крайне интересно. Когда были здесь вот такие тенденции и архаические, и консервативные, и новые. Он был родственником и современником. Не сохранилось это произведение. Тоже мы не знаем. Клавдий написал историю Карфагена, оказывается, древневосточного, шеникийского государства, потом восстановленного Цезарем, как колония. И Клавдий написал даже историю этрусков. А ведь из этрусков происходили последние римские цари. И убийца Цезаря Брут гордился тем, что он потомок этруского рода и первый римский консул. И Клавдий даже знал этруский язык, который выходил из употребления живого, вытесняясь в латынию. Но всё это осталось вне нашего достижения. Нам недоступно, это не сохранилось. Совсем другая фигура, если начинать с этого, оставлять такие смысловые паузы вокруг вот этих, важных деталей и никаких анекдотов даже не захочется. Наверное, вспоминать о Клавдии. Внешняя политика Клавдия была знаменована походом в Британию. Поход состоялся через два года, после того, как он получает полномочия принципса. В 43-м году. Из контекста жизнеописания Клавдия у Светония следует, что Клавдий хотел упрочить своё положение. Он хотел просто получить повод для настоящего триумфа. А не того спектакля, который в глазах римлян не воспринимался уже серьёзно, а был устроен именно как анекдот, явный анекдот Каллигулы. Каллигулы, не победив никого, проявив себя беспомощным во внешней политике и политику предыдущего Тиберия, тоже внешнеримские историки не знали, как её восхвалять, не за что было особенно восхвалять. А Каллигулы просто театральный приём использовал. Он хотел показать триумф над германцами. А где взять живых германцев, побеждённых римскими войсками? Наоборот же, вот Август потерял три легиона, да? Германцы принесли римлян в жертву римских командиров. И Каллигулы приказал отобрать нужное число гааллов в самой Галии, чтобы это были люди высокого роста. Приказал предварительно их подготовить, чтобы вошли в роль настоящего спектакля, да, имитации. Обучить германскому языку. Приказал их не только переодеть, но и перекрасить волосы в рыжий цвет, чтобы походили на германских пленных. И вот так был устроен триумф. Но теперь Клавдий хотел иметь повод для демонстрации настоящей внешней политики, а не театральной имитации. И за этим стоит тоже почва для очень глубокого, серьезного комментария, который в специальной литературе даже не сделан. К этим вот проблемам обычно не подходит. А вот, например, Страбон до Клавдия жил, греческий географ, пишет, что римляне могли завоевать Британию. Вот это пишется во времена августа. Потому что уже со времени Цезаря, первых его попыток с римскими легионами вторгнуться в Британию, и небезуспешных попыток, прошло полвека, вот до августа. Но осуществление этого не происходит, потому что анализ экономический отвергает необходимость таких вложений, организационных мер. Не стоит завоевывать Британию, ибо уровень жизни народов там сильно отличается от римского в сторону более раннего развития. После подчинения Британии содержание там римских легионов обойдется для государственной казны дороже тех сумм, которые надо будет или можно будет оттуда извлекать в форме доходов. А что оттуда, собственно, вывозить из далекого места, и транспортировка далекая. А угрозы Британии не представляет. И Страбон делает такой экономический анализ с выводом. Выгоднее экономически ограничиваться торговлей с Британией и налогами на эту торговлю, чем осуществлять завоевание. Так и здесь вот стоит поставить вопрос, изменилась ли уже ситуация во времена Клавдия, или она оставалась почти такой, когда произойдет формирование Римской Британии, как сложится там экономический баланс. И вообще еще следующий шаг, самый-то главный. Если в римской истории, истории Римской империи, всех веков и ранней, и поздней империи, ситуации, когда чисто политические интересы, политические выгоды, пропагандистские интересы, вот как триумф Калибулы смешной и настоящий триумф Клавдия, стоило делать в ущерб экономическим интересам. Где-то можно поднапрячься, влезть в долги, но вот выгода будет, потому что этого сама природа власти императорской, публичной требует. Или вот нет таких, всегда только в интересах экономики, но она имеет, как мы видим, и очень очевидные, эффектные такие оборотные стороны, разрушительные стороны, если не встречают каких-то элементов экономической политики. Вот с такими важными для всей последующей истории фактами в правлении Клавдия мы встречаемся, и с такими перспективами, методологическими перспективами интерпретации этих фактов. На этом мы закончим беседу сегодняшнюю. Она длилась один час и шесть минут. Продолжение следует...